История постройки этого дома достаточно банальна. У нас родился с Машей третий ребенок и мы думали над тем, как расширить свою жилищную площадь. В арсенале у нас было немного средств, однокомнатная квартира в Москве, относительно Москвы скромные бюджеты и большое желание жить в собственном доме. Его идея была вписать его в достаточно маленький участок, так, чтобы он собирал частичку нашей жизни. Любовь к нашим путешествиям, поиску новых материалов, интересных решений. Мы собираем внутри этого дома решения с разных уголков света, где мы побывали и которые нам запомнились, которые оставляют отпечаток в нашей жизни, и которые мы хотим оставить собой. Объем этого дома достаточно небольшой. Площадь застройки тоже. Площадь основного треугольника дома 90 квадратных метров. При этом безопорный пролет внутри дома 18 метров по радиусу изгиба пролета. Он сориентирован по сторонам света, так, чтобы спальни были ориентированы на восток, а вечером в общий зал попадают закатные лучи через окна, расположенные на западе. Сам по себе проект подразумевает нестандартные методы реализации строительства. К примеру, нельзя было подогнать большую строительную технику, были ограниченные сроки. Также, фактически, это была реконструкция дома, потому что он ставился на фундамент старого дома. Очень маленькая площадь застройки и ограничения по строительным материалам. Вся система дома сначала прорабатывалась, просчитывалась в компьютере по нагрузкам, функциональному назначению, а потом уже непосредственно приезжала и монтировалась на площадке, но в очень ограниченный короткий строительный сезон, который фактически у нас является только летним сезоном. Таким образом, сами того не желая, мы фактически открыли новый вид кровли. Это аппроксимированная поверхность, схожая с геосферическими конструкциями, состоящие из треугольников. Сам этот подход, он потребовал достаточно большой теоретической работы и разработки конструкции. Гидроизолирующий слой самой кровли, сделанный из гибкой черепицы Технониколь Шинглас. Применили его, потому что хотелось достичь определенного визуального эффекта. Кровли, крыша — это часть архитектуры, а любая архитектура должна быть уместной. С точки зрения строительства, жизни в ней, она должна быть разработана под конкретное это место. То есть, если бы был другой участок, я бы, скорее всего, построил дом другой конструкции. Сама структура кровли состоит из нескольких арок, которые друг друга поддерживают, и они не предполагают дополнительных подпорок. То есть, только две стены, даже та стена, которая находится снизу, просто ограждающая конструкция, которая уже поставлена после монтажа кровли. Фактически, сама кровля, если ее рассматривать, она там заняла, наверное, два, может быть, три месяца суммарного времени относительно небольшой бригады работать. То есть, теперь неизвестно, например, сколько нужно купить материала для того, чтобы смонтировать такую форму кровли. Могу сказать, остаток от материала будет 3%. Я считаю, что это очень большой плюс, что дом будет меняться с тем, как будет меняться история жизни его владельцев. То есть, возможно, когда-то потребуется перепланировка комнат, объединение или создание какого-то нового пространства. И здесь это можно без труда сделать простыми методами. Дом как инструмент решения некоторых социальных проблем и развития, он оправдался. Я доволен.